МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Вы смотрите новости на канале Прайм. В студии Светлана Станкевича. Сейчас коротко о самых заметных событиях в пятнице. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Убил и закопал. Уроженцы Новоненского района подозревают в расправе над сторжем на стройке по улице Мунчешской. Мужчины распивали спиртные напитки. В какой-то момент вспыхнула ссора, которая закончилась трагедией. Всякий, кто решит заключить контракт с Иланом Шором, становится соучастником в его преступных схемах, считает Игорь Мунтяну, председатель комиссии по расследованию. Чаще всего фальшивомонетчики поделывают банкноты достоинством в 100 леев, а распространяют обычно на заправках и рынках. Подробности в выпуске. Уроженцы Новоненского района подозревают в жестоком убийстве сторожа на стройке по улице Мунчешской. Об исчезновении 61-летнего мужчины сообщили 15 августа. Тело обнаружили спустя 5 дней. Преступнику грозит пожизненное заключение под стражей. Полиция осмотрела стройплощадку и на рабочем месте сторожа обнаружили пятна крови. Предположительно, убийство совершил один из строителей. На допросе злоумышленник признал вину и рассказал, как все произошло и где закопан труп. Я пришел сюда, и мы здесь пили. 10 августа подозреваемый пришел на стройплощадку за получкой. Вместе со сторожем они стали распивать спиртные напитки. Вспыхнула ссора, в результате чего 38-летний мужчина нанес несколько ударов по голове жертве. Утром, когда мы проснулись, он был холодным, был мертв, и я испугался. Мы пошли и засыпали яму. Кто ее рыл? Я. Подозреваемый задержан на 30 суток. В случае признания вины ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Районный советник Штефан Воды Валерий Малышевский вышел из рядов ПСРМ, о чем сообщил на заседании райсовета. С чем связано решение, расскажем через несколько минут. Бывший ИО мэра столицы Руслан Кадряну намерен побороться за кресло городоначальника на предстоящих 20 октября выборах. Он уточнил, что будет независимым кандидатом, хотя ему и предлагали представлять определенные партии. В ближайшие две недели Кадряну предстоит собрать 10 тысяч подписей. Помимо бывшего ИО мэра в гонке намерены принять участие Иван Чибан от партии социалистов, а также бывший министр обороны Виталий Меринуце, председатель Союза спасения Бессарабии Валерий Мунтяну и Георгий Констадаки, председатель Европейского социально-политического центра и гражданский активист Михаил Багас. Ранее бывший градоначальник Дарин Киртуакой заявлял, что попытается снова возглавить мэрию, но до сих пор официальных заявлений не было. Всякий, кто решит заключить контракт с Силаном Шором, становится соучастником в его преступных схемах, считает Игорь Мунтяну, председатель комиссии проследования, анализу организации приватизации и сдачи в концессию аэропорта. Парламент надеется вернуть воздушную гавань под госконтроль. «Заявление о возможном приобретении Ротшильдом через офшорные компании на Кипре является пустыми и не представляет никакой ценности. Каждый, кто захочет получить этот контракт из рук Шора, вне зависимости от использованных путей или способов, становится соучастником его криминальных схем». Мунтяну считает, что есть основания верить в возможность возврата аэропорта государству. Дело в том, что аукцион, на котором он был приобретен, был договорным. Есть явные признаки незаконности. Конкурсная комиссия по отбору концессионеров приняла предложение и заявки на участие в конкурсе компаний, которые не значились в списке отобранных. «Авиаинвест», «Хабаровский аэропорт» и «Коломенский завод» не имели права участвовать в конкурсе. Аэропорт должен незамедлительно вернуться под управление государства. В создавшейся ситуации комиссия по расследованию направила в Генеральную прокуратуру требование начать уголовное преследование относительно причастности правительственной комиссии, которая занималась проблемой передачи в концессию Кишиневского международного аэропорта. Власть в Молдове похожа на машину, которая на малой скорости вот-вот врежется в стену. Так характеризует деятельность альянса ПСРМ «Акум» бывший премьер Павел Филипп. В интервью румынскому порталу b1.ron заявил, что за два месяца из-за постоянной череды отставок по политическим мотивам расправ и склок страну отбросило лет на десять назад. Павел Филипп критикует деятельность правящего альянса, который во главу угла поставил расправу над теми, кто ранее был у власти и поддерживал ее. Хороших специалистов в госучреждениях увольняют из мести, а на их место приходят члены провластных партий. Не проходит и дня, чтобы нынешняя власть не давала повода для разочарований. Сторонникам, гражданам или внешним партнерам, говорит бывший премьер. По мнению Павла Филиппа, российское влияние в нашей стране наращивается, укрепляется с каждым днем. А судебная система и юстиция становятся все более политизированными. Как следствие, Молдова отходит от европейских и румынских ценностей в серую замороженную зону. Бывший премьер считает, что нынешний альянс – это союз хитреца с наивным, а ПСРМ в роли питона давит на Акум. Такая ситуация привела к тому, что социалистам удалось получить контроль над важнейшими госучреждениями. Павел Филипп пояснил и цель своего визита в Румынию. В Бухарест он приехал не для того, чтобы заручиться поддержкой для ДПМ, а чтобы попросить помощи для Молдовы поддержки европейского курса, потому как всерьез опасается за будущее страны. «Я считаю, что нам следует уверенно продолжать европейский курс рядом с Румынией», – заключил Павел Филипп. Во вторник Павел Филипп встретился в Бухаресте с рядом официальных лиц, в том числе с лидером партии народного движения Трояном Бесеску, бывшим премьер-министром Виктором Понто, председателем Сената и лидером Альянса либералов и демократов Келином Папеску-Теричану. Тот, кто должен блюсти закон, его же и нарушил. ИО главы антикоррупционной прокуратуры Эдуард Варзарь в 2016 году занимал пост прокурора в этом ведомстве и намеревался получить лицензию адвоката без экзамена и с нарушениями. Однако комиссия Союза адвокатов заявление отклонила. Варзарь пошел дальше. И вместе с другими прокурорами и служителем Фемиды подали в суд. И на комиссию, и на Минюст. Но на этот раз усилия успехом не увенчались. По закону прокуроры и судьи могут получить лицензию адвоката, не сдавая квалифицированного экзамена, если их трудовой стаж минимум 10 лет. Еще одно условие – уход занимаемой должности за полгода до подачи заявления на получение лицензии. Однако в 2016 году Эдуард Варзар, пытаясь получить заветное разрешение от должности прокурора, отказываться не стал. Поэтому комиссия отклонила запрос. Решение Варзар оспорил в суде. Суд первой инстанции, апелляционная палата, а потом и высшая судебная палата отклонили апелляцию, назвав ее неприемлемой. Председатель лицензионной комиссии Союза адвокатов Георгий Влас объяснил, почему кандидатуру отклонили. По нашему мнению, очевидно, что к профессии адвоката не может быть допущен человек, занимающий должность прокурора. Это даже звучит абсурдно. Он рассчитывал на то, что, имея вес в обществе, в сфере правосудия, он мог так или иначе оказать влияние и достичь результата. В 2016-м попытки стать адвокатами без экзаменов и сохранив пост, пытались многие прокуроры. Если внимательно изучить положение закона об адвокатуре, понятно, что ты не имеешь права подавать такое заявление. Более того, таскать Союз адвокатов по судам, пытаясь добиться того, чего в действительности закон не предусматривает. Председатель Союза адвокатов Эммануил Плошница отмечает, что по закону у всех желающих стать адвокатами должна быть безупречная репутация. Потенциальные кандидаты не могут быть судимостью. Уж тем более за тяжкие, особо тяжкие преступления. Непогашенной судимости за совершение других преступлений тоже не должно быть. Не допускаются лица, чье поведение или деятельность несовместимы с нормами Кодекса профессиональной этики. Поскольку его репутация в качестве прокурора или судьи была небезупречной, он не может быть допущен к профессии. Наиболее частой причиной является то, что человек не может продемонстрировать свою безупречную репутацию, основываясь на представленных материалах, характеристиках, информации, касающиеся различных резонансных дел. Эдуард Варзар редко общается с прессой. Вот и на этот раз мы четно пытались получить от него комментарий. А в учреждении, в котором он работает, пока нет пресс-секретаря. Варзар занимает должность его главы антикоррупционной прокуратуры с начала июля после ухода в отставку Адрианы Бацишор. Говоришь, партия социалистов, подразумеваешь кумовство, считает бывший член этого политформирования районный советник Штефан Воде Валерий Малышевский. Из ПСРМ он вышел вчера, о своем решении объявил на заседании райсовета. Довожу до вашего сведения, что сегодня я покидаю ряды партий социалистов. Если я это делаю, значит, у меня есть на то причины. Например, кумовство, которое цветет в наших рядах. Некоторые парни перепутали личные интересы с профессиональными. Спасибо. Партия социалистов пока не прокомментировала обвинения бывшего однопартийца. Практика продвигать на ключевые посты своих людей давно прижилась в альянсе ПСРМ ОКУМ. И у генерального прокурора Дмитрия Робу, посаженный сын прокурора Веры Киранды, которая, в свою очередь, является кумой министра внутренних дел. Новый замглавы СИБА Артур Гуменюк, который с 2017-го был советником президента, состоит в близких родственных связях с председателем парламента Зинаидой Гречаной. Глава ГИБ Георгий Балан, кум Андрея Анастасия, а племянница депутата ППДП Юрия Реница, Юлиана Контораджил, член ПДС, получила пост госсекретаря Минсельхоза. Проект молдавского архитектора удостоен награды престижного московского конкурса. Об архитектуре будущего поговорим через несколько минут. Изменения, предложенные Башканом Гагаузи Ириной Влах, в закон о прокуратуре рассмотрят на общем собрании прокуроров, заявила председатель высшего совета прокуроров Анжела Матузок. Документ поступил на экспертизу ВСП. Документ не рассматривали, потому что процедура не соответствует требованиям законодательства, то есть как на самом деле составляется заключение по законопроекту. Не обсудили даже на генеральном собрании, а это обязательный этап для одобрения проекта. По предложению Башкана прокуратура Гагаузии должна получить статус юридического лица, а прокуратуры Камрадского, Вулканежского и Чедрлунского районов перейдут в подчинение прокуратуре региона, а не генеральной прокуратуре, как это происходит на данный момент. Ирина Влаг считает целесообразным, чтобы прокурор региона входил в руководство генпрокуратуры и имел равные права с ним. Сейчас последнее слово в отношении кандидата, выдвинутых народным собранием за высшим советом прокуроров. Однако по инициативе Башкана ВСП сможет лишь один раз отклонить кандидата регионального парламента и будет обязан согласиться, если депутаты Камрата предложат его повторно. Документ раскритиковало гражданское общество, которое считает, что он направлен на институциональную федерализацию и прокуратуры. Против высказались и некоторые политики. По их мнению, таким образом в нашей стране появятся две прокуратуры. Одна в Кишиневе, другая в Камрате, что недопустимо. С другой стороны, уже бывший депутат-социалист и нынешний председатель Конституционного суда Владимир Цуркан готов поддержать законодательную инициативу Башкана Гагаузии. Чаще всего фальшивомонетчики подделывают банкноты достоинством 100 леев, а распространяют их обычно на заправках и рынках. Статистику представил технико-криминалистический центр судебных экспертиз. Между тем, специалисты отмечают, что поддельных купюр, обнаруженных с начала текущего года, меньше, чем за аналогичный период 2018-го. Стражи правопорядка объясняют тенденцию более высоким уровнем защиты, которую практически невозможно поделать. Тему продолжит моя коллега Анна Глушко. Добрый вечер. С начала текущего года было изъято из обращения почти 500 фальшивых банкнот. Это почти в три раза меньше в сравнении с 2018-м годом. Чаще всего подделывают банкноты достоинством 100 леев. Таких случаев зафиксировано 400. 20 леевые купюры подделывают реже. Найдено 50 таких банкнот. 200 леевых поддельных банкнот нашли 20,5-10 штук. 6 купюр изъяли достоинством в 1000 леев и 2,5-ки. Почти на 50% сократилось количество поддельных иностранных банкнот, впущенных в обращение в первые 8 месяцев этого года. Криминалисты обнаружили более 50 стадолларовых купюр и 10 банкнот по 100 евро. При химическом воздействии эта банкнота утрачивает ультрафиолетовый элемент. При рассмотрении видно, что у нее слегка красноватый оттенок. Это остатки красителя. Фальшивоманищики при наличии одного только принтера и интернета могут десятилеевую купюру превратить в столеевую. Это самый легкий и распространенный метод. По словам экспертов, чтобы сократить цветовое различие между этими двумя банкнотами, чаще всего их обрабатывают отбеливателем, а затем печатают с более высокой номинальной стоимостью. Изучают наличие водяного знака, защитной нити, и если у них есть возможность, и они обладают хорошим зрением, определить, есть ли текстильные цветные волокна, которые присутствуют в бумаге. Поддельные купюры, как правило, вводятся в обращение на заправках, в продовольственных магазинах или рынках. Обнаруживают их только после того, как они оказываются в банке, который в итоге сообщает об этом полиции. Есть дистрибьюторы, которые намеренно вводят в обращение поддельные банкноты. Но есть и люди, которые получили их случайно и тоже пытаются сбыть, не зная о ситуации. Обдительных людей, как констатирует полиция, немного. Редко кто с пристрастием изучает, какие купюры находятся в кошельке, предпочитает доверять. Я особого внимания не уделяю этому. Надо? Я думаю, что на крупные суммы надо. Я никогда не проверял банкноты по 50. Не знаю, никогда не встречал. Первый раз слышу. Мы привыкли, что нас не обманывают, поэтому обычно не проверяем. Изготовление и намеренное введение в обращение фальшивых денег наказывается лишением свободы сроком до 15 лет. Сразу после выпуска эфир продолжит передача «Принципы». Ее ведущий Андрей Андреевский обсудит с экспертами одну из насущных проблем. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Помните, когда действующая власть только-только хотели прийти к власти, они нам говорили, что самое главное, что они хотят сделать, это деполитизировать государственные институты. Они это сейчас делают. Но как? Тут есть своя специфика. Вот сегодня мы поговорим об этом, разберем, что такое деполитизация по-молдавски. Об этом говорим сразу после выпуска новостей. Смотрите нас, не переключайтесь. Проект молдавского архитектора Максима Калужака удостоен награды престижного московского конкурса «Арчдейли энд Стрелка». Речь идет о креативном центре для молодежи и студентов творческих индустрий Кишинева, который распахнул свои двери несколько месяцев назад. Проект обошелся в 13 миллионов леев. Какая она, архитектура будущего, расскажем и покажем в следующем материале. Креативное пространство, где каждому будет комфортно. Таким задумывал свой проект молдавский архитектор Максим Калужак. Его детище по достоинству оценило жюри московского конкурса, который организовывает самый посещаемый в мире сайт об архитектуре. Два других проекта, которые удостоились награды, это летний кинотеатр-музей «Гараж» в Москве и проект кофейной фабрики в Грузии. Два года назад был объявлен конкурс архитектурный по созданию концепта креативного центра. Где-то полгода шло проектирование, согласование и полтора года строительства этого центра. На территории почти в тысячу квадратных метров во дворе Академии искусств расположилось новое двухэтажное здание, а также пространство для выставок. Самое любимое место архитектора – крыша, но совсем не обычная крыша. Я запланировал здесь зелень, со временем здесь будут заросли, планируются даже деревья в горшках, мебель, освещение. Строительство центра обошлось в 13 миллионов леев. Деньги выделило Министерство культуры и Агентство США по международному развитию. Подрядчики, которые выполняли бетонные работы, они, к сожалению, не сталкивались с данным типом работ, они никогда не выполняли. Для них все это было новое, и поэтому приходилось с ними ночевать тут и вместе все это делать. Ярким пятном в интерьере креативного центра стали картины отечественных художников, которые рисовали свои полотна прямо на стенах, причем совершенно бесплатно. Мы очень долго выбираем, точнее, долго искали людей, формировали концепцию, кто должен, кто не должен. И выбрали пятерых художников, каждый со своей стилистикой. Хотелось показать разностороннюю структуру. Сегодня проект «Победитель» авторства Максима Калужака живет полноценной жизнью. Еженедельно здесь проходят выставки и различные мероприятия. Сам же архитектор со дня на день приступает к следующему проекту, который еще больше должен приблизить Кишинев к званию культурной столицы. Таковы новости к этому часу. Всего самого доброго. Оставайтесь на канале Прайм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова